И самая, наверное, интересная часть, если сегодня мы практически повторили сейчас до сих пор пройденный материал, то сейчас расскажу нечто новое. Расскажу вот про такие юбочки. Смотрите. Значит, очень часто эти юбки вы хотите делать как солнце, как полусолнце. То есть юбки пышные. Юбки пышные, юбки динамичные, такие широкие внизу. Видите, как много внизу идет каких-то фалт. Но здесь надо быть очень-очень осторожными. Если вы выбираете форму, уже вот эту можно создать разными способами. Можно сделать как полусолнце юбочка и собрать ее вот здесь. Можно сделать как солнце юбочку и тоже ее немножко присобрать. Можно сделать клинивую юбочку, можно сделать шестиклинку, можно сделать восьмиклинку, можно сделать двенадцатиклинку. Я выбрала 4 клина. Понимаете? Почему я сделала такой выбор? 6-12 клиниев. Форма будет та же, а работы в несколько раз больше. Косой крой. Любой косой крой, он предполагает на всей поверхности полотна разное направление долевых нитей. Та же юбка полусолнца. Там будет и долевая нить, и поперечная нить, и косая нить. И эффект ваш будет зависеть, качество, вернее, вашей выкройки будет зависеть от того, насколько формоустойчива ваша ткань. Если ваша ткань достаточно формоустойчива, мы потом еще поговорим отдельно, как кроить эти юбки солнца, полусолнца тоже быстро, тоже сразу на ткани, тоже не заморачиваясь особо никак и ничем. Так вот, если юбка солнца, полусолнца выполнена будет из формоустойчивой ткани, то у вас все будет хорошо. Если выполните такую юбку из вискозы, из какого-то шелка, из какого-то шифона, который тянется во все стороны, из какого-то штапеля, понимаете, у вас косина будет очень сильно провисать. Да, есть такой прием, что там выкроили такую юбочку, на прищепке ее повесили, прикрепили там к плечикам, повесили, намочили, побрызгали, пусть она три дня отвисится, потом ее надо поутюжить, потом ее надо до стол положить, потом ее надо все выровнять, и вишки все отвисшиеся срезать. Так вот, смотрите, это, конечно, все правильно, но это все будет жить до первой стирки. Поносили немножко, постирали, и она опять у вас точно так же деформируется. И сколько вы будете носить такие юбки, столько и будете потом править низ. И поэтому сейчас те, кто создает эту одежду, вы обратите внимание, они что стали делать? Они для такого кроя, если они его используют, потому что он тоже бывает выгодный, там не надо много швов делать, там один иногда два шва и все. Они используют вот этот косой крой, но они низ изначально делают неровный, то есть они делают его асимметричным, короче, длиннее и так далее. Понимаете, вот так вот у нас получается, они обыгрывают, там если и вытянется что-то, деформируется, то-то не испортит вашу вещь, не испортит внешнего вида и не будет заставлять вас переделывать. Так вот, мое решение, мой выбор, самый такой разумный, это юбка четырех клинка в данном случае. Почему? Потому что, если ткань пестренькая, вот этого шва просто не будет видно. Не будет видно ни одного шва, и боковых швов не будет видно, и поэтому я буду кроить сразу на ткани. Если ткань у вас однотонная, вы, допустим, по каким-то причинам не хотите вот этот вот шовчик впереди иметь, да, какой-то, но делайте шестиклинку тогда, какая разница? Когда можно делать юбку из прямоугольника, мне кажется, при хорошей сборке разница не видна. Юбка из прямоугольника, это всегда юбка с очень такими пышными бедрами, а пышные бедра не всегда выдерживают, не каждой фигуре подходит. Если юбка Верочка из прямоугольника, вот такая, ее делать проще всего, да, но и вид у нее будет вот такой. Иногда это тоже смотрится хорошо, но тут надо смотреть, какая фигура, насколько она крупная, насколько нет. Я люблю все-таки, когда динамики вот здесь побольше, а вот здесь сборки немножко поменьше, тогда талия кажется тоньше, а вот в такой юбке талия всегда, даже нормальная будет казаться потолще, потому что уже вот этот фрагмент, он визуально будет эту талию расширять. Поэтому если совсем худенький человек, флакон в руке, если нет, то лучше не рискуйте. Так, а мы идем к нашей юбке. Так вот, юбка будет состоять из простых четырех клиньев. Эти клиньи, в данном случае я вам сейчас покажу, они будут все четыре между собой одинаковы. А вы знаете, что полочка у нас шире, чем спинка. И, конечно же, по боковому шву они не совпадут. То есть разбегутся наши боковые швы на полочке и на спинке. Но у них будет пояс, я вам скажу, и пусть разбегаются. Когда ткани пестренькие, во-первых, этого совсем не видно, а если ткани не пестренькие, однотонные, и это для вас важно, тогда вы просто один клинь сделаете пошире, другой клинь сделаете поуже. Я сейчас пока, я думаю, что вам несложно, это будет догадаться сделать. А насколько пошире, насколько поуже, да ровно настолько, насколько шире у вас, допустим, полочка, чем спинка. Вот и все. А мы пока говорим о том, что все четыре клинышка у нас будут одинаковые. Я обещала вам раскроить их, показать, как это кроится сразу на ткани. Так, смотрите, перед нами ткань. Перед нами ткань. Вот это ее кромки. Одна кромка и вторая кромка. Ширина ткани 140 сантиметров. Стандартная. Нам нужно на такие юбки две длины. То есть, если здесь у нас метр, то здесь у меня тоже будет один метр и второй метр. Мне нужно два метра. Но опустим то, что нам нужны еще припуски, потому что если здесь 100 сантиметров вы написали, то в крое вы должны сделать ну как минимум там 106, 107, 108. Потому что и низ надо обработать, и верх еще особым образом будет у нас немножко фигурно оформляться. Поэтому я пренебрегу пока вот этими вот вопросами, хотя тут их покажу. Итак, нам нужно две длины. Кромка, кромка. Берете и складываете ткань. Отрезали два метра или там два двадцать, два шестнадцать, сколько хотите, да? Отрезали и соединили кромочки, переложили их вот так. Понятно, да? Потом сложили их еще раз. Сложили их еще раз. И у нас получилось четыре слоя. Раз, два, три, четыре. Четыре клина нам надо. И здесь я должна нарисовать один клин. Чтобы мне удобно было его рисовать, я разделю эту величину пополам. Значит, здесь у меня семьдесят сантиметров. Пополам это у меня будет тридцать пять. Я разделила вот так вот пополам. Я не делаю сейчас вот этими циферками никак, да? Я буду оперировать нормальными цифрами. Ну, а здесь, конечно, масштаб совсем другой. Это просто, чтобы вам было понятно, как действовать. Итак, если ткань 140, здесь у нас 70. 70 делим пополам, 35. Нарисовали серединку одного клина. То есть, я нарисовала сейчас вот эту линию. Я нарисовала вот эту линию. Потом, там, где у вас сгиб, вот здесь работаете, отступите от сгиба 4-5 сантиметров. И нарисуйте линию талии. Вот это расстояние, ну, давайте 5 напишем, да? То есть, вот эти 5 и, допустим, еще 2 вниз, это 7 сантиметров припусков, которые вы должны накинуть к мерочке вашей длины изделия. Потому что это все срезаться будет. Итак, у меня получилась вот здесь линия талии. Это у нас линия талии. Давайте смотреть на наши мерки. Обхват, полуобхват талии 36. Это полуобхват талии 36. Значит, вот эти 2 клина в сумме дают нам 36. А 1 клин дает нам половинку. 18. Значит, вверху вот этот клин у меня должен быть 18 сантиметров. Правильно? Да. Но я же еще хочу сборку вверху сделать. Я бы его 18 сделала, если бы у меня не было вот здесь сборочки, не было вот здесь драпировочки. Я вспомню о том, что коэффициенты сборки мы любим 1,5, 2, 2,5, 3 и так далее. Так как у меня не очень большая здесь планируется сборка? Я выберу коэффициент сборки 1,5. Мы говорили с вами о коэффициентах сборки, да? Значит, я 18 должна увеличить в 1,5 раза. Это значит, к 18 разделить пополам будет 9 и прибавить 9 получится 27. Прибавляем 9 получится 27. 27 сантиметров у меня в готовом виде этот клин. Но ведь у меня еще будут припуски с каждой стороны по сколько? Да по 1,5 сантиметра припуски. Потому что я их буду вместе оформлять. Нехорошо в разутюжку делать вот такие длинные швы. Я их, как правило, буду вместе оформлять и широкие припуски мне здесь не нужны. Значит, 1,5 сантиметра с одной стороны, 1,5 с другой дают мне 3. Итого у меня получается 30. У меня получается 30 сантиметров. Вот это уже величина моего клина в крое. В крое. Значит, от серединки влево и вправо я должна по сколько отложить? Конечно, 30 пополам по 15. Вот здесь у меня 15 и здесь у меня 15. И все. Я получила вот эти точки и каждую из них я просто соединяю внизу и с этими уголочками. Потому что я хочу использовать, допустим, всю ширину ткани. Пусть мое изделие будет таким динамичным, широким, большим каким-то. Если мне это не понравится, я захочу на примерочке убрать, я уберу. Но вот эта вот широкая величина по линии низа, она всегда делает наше... Она же не будет объема создавать никакого. Она только легче вам... Шаг будет легче делать, динамики больше, фалк больше, симпатичность. Мне кажется, мне всегда нравятся широкие юбки внизу. Ну, а вы можете действовать по своему усмотрению. Теперь смотрите. Вот так мы легко и просто сообразили, как высчитать ширину клина 18 в готовом виде. Полтора коэффициент получилось 27, к 27 прибавили припуски, получилось 30. 30 разделили пополам, по 15 отложили. Любим прямые углы. Замечаем, что здесь их нет. Поэтому продвигаем немножко, продолжаем вот эти свои линии наверх. вот так, да? И с серединки обычно вот этого клина перпендикуляр. Так вот раз и приподняла линию талии. И здесь тоже серединка, чуть побольше серединки. Так вот раз и приподняла линию талии. И оформила линию талии уже с таким вот прогибом. И у меня обязательно по линии талии у клинышка и бокового шовчика вот здесь вот прямой угол. И вот здесь прямой угол. Я хочу такие же прямые углы здесь, например, получить. Для этого смотрите, что я делаю. Я измеряю самую короткую длину своего клина. Ну, у меня вот здесь я, допустим, напишу там, так я запомнила 56. Эту же величину я должна отложить вот сюда. И столько же я должна отложить вот сюда. И линию низа как я сделаю? Посмотрите как. Вот эта серединка, да, но мне чуть меньше надо серединки. Я вот так вот нарисую. И здесь тоже вот так вот пальчик поставил эта серединка, мне надо чуть меньше серединки. Я вот так нарисую. Я могу воспользоваться своими лекалами. Чаще всего я, конечно, на ткани лекалами вот это все и делаю. Вот и все. И я еще должна вниз я вот так оформила, а вверх еще я не оформила, потому что я там нарисовала линию среза. Могу поликалу ее вот так еще откорректировать. Я добавляю там полтора сантиметра наверх обязательно, да. У меня получится вернее линия притачивания, а вот сейчас я уже рисую линию среза. По талии наверху я добавила немножко на припуск. Вот видите как? И весь вся эта ткань у меня ушла. Что я делаю потом? Потом я спокойненько прокалываю булавочками раз, два, три, четыре, пять, ну побольше конечно иногда ставлю, смотря какие ткани, да. Вот так вот проколола булавочками все, взяла ножницы и вырезала по всем вот этим линиям. Так, так покажем, так, так и пошло, пошла, пошла по кругу, вырезала и все. Вот так, мои хорошие. И согласитесь, что вот этот подход, что мы фактически вот сейчас, что мы заменили вот этой манипуляцией? Мы заменили построение длинной в пол юбки. Мы заменили, как в рукаве мы делали, лучи, да, затем мы разрезали по этим лучам, раздвигали по этим лучам, то есть мы выполняли вот эти все манипуляции, которые обычно выполняются с рукавчиком. Да, мы выполняли бы их для юбки. Посмотрите, как много времени мы бы на это на все потратили.